Несмотря на пронизывающий ветер и непогоду, на торжественное открытие мемориала пришли односельчане от мала до велика. Такое важное и значимое событие начинается с гимна, отражающего величие мужества, патриотизм и сплоченность народа, с которой в бой против врага шли те, в память о которых воздвигнут этот мемориал. Разделить торжественный момент с жителями села приехал глава администрации района Алексей Горбачев. И сегодня у нас большое событие – открытие нового обелиска, посвященного защитникам Отечества в Великой Отечественной войне, в локальных конфликтах, воинам-интернационалистам, которые защищали наши южные границы с оружием в руках. Ни США, ни страны НАТО, ни те государства, которые всегда старались сделать все для того, чтобы уничтожить наше государство, не добьются того, чтобы принизить тот вклад, который наши бойцы, наши защитники 1941 по 1945 год воевали под Брестом и Москвой, на Курской дуге и под Сталинградом освобождали эти страны Европы и водрузили победное знамя над Берлином, над поверженным Рейстагом. Из новоиндзигитовского сельсовета 179 человек ушли на фронт. С победой домой вернулись 63 сельчанина. Остальные навсегда остались на полях сражений. Алексей Горбачев поблагодарил всех краснокамцев, которые сохраняют память о своих героях. В Краснокамском районе 47 обелисков и памятников. Я благодарю сегодня всех жителей, особенно тех, кто ухаживает за этим памятником. Это огромный труд. Осуществляется большая работа главами сельских поселений, вашей главой Ириной Александровной Нигматовой, депутатским корпусом, активом, старостом. Огромное вам спасибо, что мы таким образом чтим память погибших наших земляков, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства. Наш краснокамский район является лидером в республике Башкортостан. Об этом было отмечено выступление Ради Фаридовича Хабирова. В тройке по количеству проектов более 2,5 тысяч во всех 14 сельских поселениях сделано добрых дел, в которых участвовали и учителя, директора школ, родители, работники культурных учреждений, предприниматели, работники сельского хозяйства. Никто не остался в стороне, чтобы сделать наш родной край лучше и красивее. Краснокамцы активно поддерживают программы и проекты, направленные на благоустройство своих населенных пунктов. Новый обелиск воинам, погибшим при защите родины, в Староинзигитово, также появился благодаря проектам «Атайсал» и «Реальные дела». Этот замечательный обелиск сегодня, который мы открыли, появился благодаря инициативе местного жителя Хафизова Марата Муктабаровича. Он выделил более 300 тысяч рублей для строительства обелиска. И мы со своей стороны по программе «Реальные дела» включили тоже часть денег. И поэтому стоимость этого обелиска более полумиллионов оказалась. Но это того стоит, потому что очень много наших земляков участвовало в Великой Отечественной войне. Уже несколько лет мы восстанавливали старый обелиск, но решили, что необходимо на видном месте возле мечети построить именно новый, на дороге, чтобы видно было. И теперь каждый, проезжающий мимо или отправляющийся в путь, может подойти и почтить память своих героических предков и земляков. Глава администрации района отдельно отметил всех причастных к строительству мемориала и вручил им благодарственные письма и подарки. В торжественной церемонии открытия символа памяти, уважения и благодарности к тем, кто сражался за Отечество, активное участие приняли и дошколята Староинзигитова. «Все сегодня люди рады, радость светится в глазах!» «Маленький день Божьей Победы! Я желаю вам счастья дома и соседям! И с компанией всем друзья!» После разрезания символической красной ленточки все присутствующие возложили венки и цветы к обелиску, отдавая дань памяти и уважения тем, кто не щадя себя стоял на защите своей родины и будущего своего народа. «Мы всегда будем помнить о тех, кто не страшая вставал на защиту Отечества и его интересы в разные годы и мужественно исполнял свой воинский долг, кто боролся за нашу свободу». Подвиг непокоренных, доблестных победителей, которые ценой жизни сокрушили врага, навсегда останется в памяти их потомков и будет передаваться из поколения в поколение. Солисты Центрального районного Дома культуры своими выступлениями поддержали торжественность мероприятия, подарив сельчанам свои выступления. «Если Белый в битве устоит, значит встретит милая меня». «Эх, если воин обреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить». В завершении торжественного открытия нового обелиска воинам, погибшим при защите Родины, глава администрации района посетил местную мечеть. С активом села главой сельсовета и депутатом обсудили насущные проблемы и вопросы, и пути их решений.